Дарья Донцова А потом вдруг понял, что с болезнью можно и нужно бороться, что болезнь можно даже победить. И у нас в студии сейчас замечательная героиня, которая расскажет нам, как можно жить с болезнью и как эту болезнь можно победить. Здравствуйте, Матя. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Девчоночки, чай. Спасибо. Спасибо огромное. Настюша, держи, хорошо. Нашуля. Маме. А тебе вкусняшка, мой хороший. Держи. Мадди. Мама троих детей, преподаватель английского языка и очень активная женщина. Но пару лет назад ее жизнь замедлилась из-за болезни. Все началось с того, что Мааддин периодически испытывала сильные боли в животе после приема в пищу. И со временем приступы усилились. Длились они уже по несколько часов. Оказалось, всему виной холецистит. В моем желчном пузыре была взвесь камней мелких, которые забивали протоки. И тем самым случался приступ именно в этот момент, когда маленькие камушки попадали в проток. И, конечно, были такие неприятные ощущения. Приступ мог длиться целую ночь. То есть вечером он начинался, всю ночь это все продолжалось. К утру отпускала, и не помогали никакие лекарства. И, честно говоря, я думала, что это желудок. Я даже как-то не связывала это с желчным пузырем. Врач УЗИ сказала мне так, только операция. Потому что иначе может случиться непоправимое, камушек попадет в проток. И, собственно, забьет его. Желчь не сможет проходить спокойно. И может случиться разрыв. Мадди поняла, надо срочно делать операцию. Хотя многие ее почему-то отговаривали. Тем самым вселяя в женщину страх и сомнения. Но все же Мадди решилась и легла в больницу. И в итоге, когда врач-хирург посмотрел мое заключение вот этого УЗИ, он сказал, хорошо, что вы пришли к нам сегодня. Потому что на следующей неделе мы могли бы вас не довезти. И у меня такой прям прошел холод по коже в этот момент. И я понимала, что те люди, которые меня отговаривали от операции, а такие были, говорили, да не надо, зачем? Ну, походи, может пройдет. Оно не пройдет. То есть, если кому-то кажется, что это несерьезное заболевание, что с этим можно жить, может быть, да. Но это даже не корректируется диетой. То есть, если уже обнаружили камушки, особенно мелкие, если они вот так же забивают протоки, человек не может с этим ничего сделать. То есть, никакими диетами это уже не уберется. И, конечно, нужно оперативное вмешательство. Операция прошла успешно. Конечно, некоторое время занял восстановительный период, когда женщине следовало строго соблюдать специальную диету. Но воде все преодолело и теперь живет счастливо. Самое яркое событие, которое случилось в постоперационный период, это третья беременность, которая долго шла. Я очень сильно хотела мальчика. У меня уже есть две девочки. И мне очень хотелось, чтобы у меня был такой маленький малыш, какой-то такой кукольный, такой с голубыми глазками. И все случилось. Все получилось. Поэтому после операции жизнь не останавливается, она идет дальше. Нужно просто уметь видеть радости жизни. Пусть они мелкие, но из маленьких вот этих мелочей собирается большая такая счастливая картина. Папе, иди сюда. Иди ко мне. Ты мой хороший. Давай, ты, давай, танцуй. Танцуй, танцуй. Давай, танцуй, 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 танцуй. Танцуй. Молодец. Еще танцуй. Помничка. Солнышко мое, ну, болезнь ваша под названием холецистит, она не такая редкая. Она, к сожалению, у большей части населения нашей страны. А с чем у вас была связана вот эта болезнь? Вы как-то не так питались, вы нервничали. Вы что-то как-то вот... Из-за чего она у вас получилась? Вы знаете, наверное, нервы сказались, я так думаю. Хотя я даже не задумывалась до того момента, как вы меня спросили. С питанием на самом деле все было хорошо. То есть я стараюсь не есть пищевой мусор и все такое. А пищевой мусор, что это по-вашему? Ну, вы знаете, вот этот фастфуд и всякие там, я не знаю, газировки. Я стараюсь этого избегать, потому что в моей семье было принято питаться правильно, потому как у моей мамы точно такая же болячка. То есть у нас вот по женской линии это все идет. Поэтому я немного даже была удивлена, когда мне поставили этот диагноз. Потому как я думала, что раз я питаюсь правильно, то ничего и не будет. Но в итоге вот выяснилось, что есть. Ну, кроме правильного питания, бывает еще стресс, бывает еще бессонница, бывает еще самоедство. И оно главным образом ложится нам почему-то на желудочно-кишечный тракт, что с вами и случилось. Были какие-то неприятности, Мадим? Вы знаете, наверное, я даже вот сейчас вспоминаю, скорее всего, институтские годы еще, потому как не было времени нормально питаться. То есть я вот сейчас говорю, что я стараюсь питаться правильно, но ведь нужно еще соблюдать режим, да? То есть, ну, не когда попало есть там и что придется. Поэтому, наверное, вот в институте было сложно. И после института у меня начался гастрит. То есть это, значит, парочка сосисок в полночь? Ну, не то чтобы в полночь, но грешили мы, конечно, институтская столовая у нас как-то не изобиловала. Знаете, ну, не было изобилия такого, то есть, что мы там пришли, и был огромный выбор. А потом, вы знаете, просто начался какой-то дискомфорт. И, ну, я не придавала этому значения, потому что всегда, наверное, так, как-то в бегах, и не совсем к себе прислушиваешься как-то, ну, и нет времени сходить, там, сдать анализы банально, там, сходить на УЗИ просто так. Потому что она просто не так сильно болела. Возможно, да. А потом, как-то, знаете, прихватила, прихватила на Новый год. Потому что мы, естественно, накрыли стол такой шикарный, и запекли утку, она оказалась жирноватой. Утка, да. И все. И мне было весело. То есть утка вас подкосила? Да. И вот после этого, собственно, вся история и началась. После утки пошла, после Нового года пошла к доктору? Да. Так, что сказала доктор? Пошла к доктору в частную клинику. Сначала к гастроэнтерологу. Потому что, на самом деле, я думала, что желудок все-таки. Потому как желчный, он, оказывается, сам по себе не болит. Да. То есть отдает вот сюда почему-то вот, под ребрами болит. А оказывается, у нас здесь проходит центральный нерв. И вот так отдает. И гастроэнтеролог, она прям посмотрела меня буквально и говорит, желчный пузырь, давайте на УЗИ и гастроскопию. Вам нужна операция. Да. Вы знаете, сказала УЗИст еще. Она сказала, что взвесь камушков, они маленькие. Вот чем была проблема. И они забивали протоки. То есть поэтому это было опасно. Поэтому нужно было делать операцию. Операцию делали лапароскопически или ее делали общую такую? Лапароскопически. Лапароскопически. То есть у вас не осталось практически шва? Уже, да. Уже практически все заросло и ничего не было. И лапароскопическая операция, она достаточно легкая. Ну, вы знаете, да. В принципе, я так хорошо ее перенесла. Она была, я не помню, сколько по времени точно, но, наверное, около двух часов, мне как-то сказали так. И я когда проснулась вот от наркоза, первое, что я спросила, это как детки. Потому что я всегда переживала, что детки там нервничают, дома меня ждут. Я знаю, что у вас был сплевание, с которым вы боролись очень долго. Потому что вы хотели ребеночка. Да, было дело. Но у вас уже ведь есть двое. Да. Вам хотелось третьего? Да, очень. Так, а почему именно хотелось третьего? Ну, вы знаете, у меня две доченьки. Доченьки я всегда мечтала о сыночке. Мне очень-очень хотелось. И мы даже ездили в паломнические поездки. И я всегда молилась, мне так хотелось. Но да, у меня был эндометриоз. Мы его как-то лечили с моим лечащим врачом в частной клинике. И вроде даже она говорит, все, курс лечения закончился. Мы пробовали, не получалось. А потом я просто отпустила эту ситуацию. И вот после вот этой удачной операции на желчный пузырь в итоге все получилось. То есть, получается, меня прооперировали в феврале, а в августе я уже забеременела третьим малышом. И вот родился мальчик. И мальчик. Ну, это же прекрасно. Ну, теперь для равновесия нужно пойти за четвертым мальчиком. У вас будут две девочки и два мальчика. Да, ну... Посмотрим. Посмотрим, да. Посмотрим. Скажите, пожалуйста, после операции у вас сильно как-то поменялась еда, ваша жизнь? Вы поменяли работу? Нет. Наверное, нет. Я не могу сказать, что как-то все сильно изменилось. Наверное, мы внутри себя всегда думаем, что что-то поменяется очень сильно. А на самом деле мир ведь он такой, как есть. И нас люди воспринимают именно так, как мы себя позиционируем. Если мы ходим, улыбаемся, мы счастливые, мы думаем, что все хорошо прошло, это здорово, и люди нас так и воспринимают. Поэтому нет, я как работала преподавателем, так и работаю до сих пор, по сей день. Питание я немножечко скорректировала, потому что она... Ну, скажем, диета была более жесткая именно в постоперационный период, разумеется. Потом я постепенно стала есть также фрукты, потому что они сначала... Ну, вот именно кислые фрукты не рекомендовано было есть. Потом я постепенно ввела фрукты, там, какие-то овощи. И в целом сейчас, наверное, я питаюсь так же, как и раньше, до операции. Ну, холецистит где-то в 40-х годах прошлого века считался очень серьезным заболеванием и плохо его очень лечили. Прошли года, и это стало... Я не хочу сказать, что это несерьезное, это на самом деле серьезное заболевание. Но очень много людей прошли через это, ну, каждый второй, каждый третий, потому что какие-то погрешности в еде, в поведении, да? Да, в любом случае, конечно, есть. И это перестало быть каким-то фатальным, фатальным заболеванием. Мы сейчас прервемся на короткое время, а потом продолжим наш разговор. Эта программа «Я очень хочу жить» и ее ведущая Дарья Донцова. И после короткого перерыва мы вернулись в студию, у нас новые гости, и мы продолжаем наш разговор. Здравствуйте. Ирина, вот Мадя сказала такую фразу, за которую я зацепилась. Она произнесла, что она себя очень нервничала из-за холецистита, вот как-то боялась, дергалась. А потом в какой-то момент она успокоилась, да? Сказала, ну и ладно. И после этого стала очень быстро выздоравливать. Вот это вот, ну и ладно. Это как-то влияет на скорость выздоровления? Конечно. Знаете, когда мы учились в институте, у нас был профессор, который, преподавая нам хирургию, сказал такую фразу. Говорит, вот два пациента с одинаковым диагнозом в палате, как раз вопрос стоял именно о хирургической патологии, серьезной проблеме с холециститом, который требовал оперативного вмешательства. И он нам сказал, вот смотрите, человек, у которого нет образования, который совершенно равнодушен к своему здоровью, вот я вас уверяю, он после операции выздоровеет через 10 дней. И вот человек, у которого есть образование, он очень трепетно относится к своему здоровью, он очень эмоциональный, очень нервный, я вас уверяю, он будет болеть несколько месяцев. Это правда, потому что понятие психосоматики никто не отменял, и мы, к сожалению, очень сильно завязаны и на свой внутренний мир, и на переживание, и на то, что мы прислушиваемся к своему и боимся. Вот на эти страхи мы тоже очень завязаны. Они ухудшают течение любого заболевания, не только холециститом. Гиппократ делил людей, я точное деление не помню, но он как соединял черты характера с болезнями, да, и в отношении желчных болезней, как он говорил, он говорил, что это люди нервные, что это люди гневливые, а что это люди, мать, простите, злые, но я вот смотрю на нашу героиню, это вообще никак с ней это не сочетаемо. Ну, это немножечко другая ситуация. Если мы говорим о тех градациях, которые были нашими самыми первыми докторами, о которых мы, в принципе, что-то знаем, да, то здесь вопрос стал именно о тех людях не только с желчекаменной болезнью, о тех людях, которые, в принципе, имели такие черты характера, и у них чаще встречалась такая патология, потому что чем больше мы нервничаем, тем больше у нас спастических процессов. Плюс приоритеты диетические, то есть это все семейное, и генетически детерминированные факторы мы тоже никуда не денем. Поэтому, к сожалению, да, люди гневливые, эмоциональные, у которых есть какие-то такие жизненные недовольства, они, как правило, всегда хуже выглядят, у них определенный тип выражения лица, да, и, может быть, за счет этого и чистоты патологии у них гораздо чаще встречалась эта проблема, поэтому именно так было написано. То есть, батюшка, получается, вот смотрите, как интересно, если человек приходит в храм, да, и через какое-то время до него доходит, что менять надо не окружающий мир, а себя самого, и он начинает с собой бороться, бороться, тут я не поругаюсь, здесь я не обозлюсь, вообще Господь управит. Когда вот до него вот это вот доходит все, а получается, что он начнет выздоравливать телом? Ну, конечно, душа же с телом связана, неразрывной связью. Болит душа, и тело страдает. Болит, тело болеет, и душа может страдать. Исцеление, понимаете, мы говорим, вот можно вылечить, наверное, тело, но вылечить, ведь требуется не только тело из лечения, а весь человек, весь человеческий состав. Вы думаете, ну ладно, это же что такое, это просто некая, ну, крайне смирения, что ли, ну ладно, принял я, ну вот, что сделаешь, придется смириться, будет у меня такой недуг, ну, там, операцию надо делать или не надо делать операцию, ну, как будет, что сделаешь. Но это не такая страшная болезнь, ее не так сложно, мне кажется, принять. Ну, каждому человеку, знаете, у каждого твоя царапинка болит, болит больше всего. Ну да, сердце смиренного Господь не уничижит, да? Ну да, это, конечно, если, понимаете, ведь гнев, раздражение, да, ну, это страсть нашей греховной природы человеческой. Конечно, если человек живет духовной жизнью, он не своими усилиями, а прежде всего благодатью Божией, а лучше сказать, вместе и своими усилиями благодатью Божией борется со своими греховными страстями, со своими болезнями души. И я думаю, что по мере очищения сердца, по мере приобретения терпения, смирения, происходит, я думаю, и во многих телесных недугах облегчения. Нельзя сказать, что всегда во всем, везде, но я думаю, что да, это мы замечаем, что на нервах, и даже говорят все болезни от нервов, да, насколько, это действительно. Пост православный, да, человек останавливается в потреблении еды, ограничивается, некая еда ограничивается, да, а другая еда ограничивается еще ее размером, потому что на самом деле, ну, не надо есть весь день постные пирожки, да, ночью как-то, вот. Ирина, вот этот вот постный такой перерыв, остановка в нашей бесконечном потреблении еды, это как влияет на здоровье? Вот на холецистит, на желчный пузырь? Ну, надо просто понимать, как формировать этот рацион, потому что это тоже рацион питания, это тоже диетические какие-то моменты, поэтому жир должен присутствовать, но это растительный жир в небольшом количестве в каждой порции, тогда желчина будет сокращаться. Если вы же посадите себя только на воду, да, хлеб и воду, то если еще есть генетический дефект, который способствует образованию камней, они будут обязательны. А если в этот период беременность, либо еще какие-то проблемы, да, то тогда это вероятность развития. Нет, 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 пост придуман очень умный для мирян, вообще нет меры поста, для монашествующих и хлеб и вода. А миряне-то они просто, так сказать, ограничивают белковую пищу, да, ну, так сказать, не это главное, но как, так сказать, еда, она тоже какая-то такая, знаете, остановка вот в этом бесконечном потреблении еды. Пришел... Ну, вот когда человек все время ест, Ирина, ну, вот, знаете, вот это вот, здесь конфетка, тут печенюшка, здесь чаек, тут она сидит, значит, и улыбается, да, тут это вот в 12 ночи сосисочка, потому что захотелось. Вот я хочу съесть в час ночи сосиски. Есть или нет? Нет. Почему? Понимаете, вообще вы вспоминаете про свой организм только тогда, когда с ним что-то случается. Конечно. До этого момента вы про него не вспоминаете. Вы живете совершенно другими измерениями, да, то есть это каким-то духовным развитием, обучением, эмоциями, любовью, всем чем угодно, но только не организмом, да, потому что он живет своей жизнью. Конечно, его будет забросить целый торт, и его будет хорошо. Ну, это до определенного момента потом уже хорошо не станет. Дело в том, что организм – это биологическая машина. Это биологическая машина, которая работает по своим законам, как и любая другая машина, даже если она техническая. Поэтому если вы автомобиль не заправили, он у вас все равно не поедет, как бы вы ему там не уговаривали. То же самое с организмом. В любом варианте у нас есть резервные возможности, у нас есть различные механизмы компенсации. Это все есть в организме, да, но они тоже не безграничны. Поэтому вот эти перепады от обжорства к посту – это вообще неправильно. Ирина, семья, где мама, бабушка, дедушка, папа и внучка, у всех болит желчный пузырь. Это генетика? Здесь несколько моментов. Генетика в том числе. Знаете, меня очень потрясла статистика по миру. Да, примерно 30% взрослого населения во всем мире страдает желчекаминной болезнью. Это, ну, примерно средняя статистика. Ну, что меня больше всего удивило, что Чили, казалось бы, страна, у которой рядом океан, почти средиземноморская диета, очень много фруктов и овощей, очень острая пища. И, казалось бы, почему в Греции меньше, а в Чили больше? В Чили 86% населения страдает желчками на болезнью после 60 лет. Ну, вот они дали такую статистику. Это, конечно, очень серьезная проблема. Генетика, безусловно, здесь есть какой-то генетический дефект. Второй момент – это действительно неправильное питание. Когда вы едите редко очень жирную пищу и не двигаетесь после еды. И, как правило, ситуация складывается таким образом, что в какой-то период желчный пузырь не сокращается ему незачем, желчь становится более густой, если еще люди потребляют мало жидкости как таковой, и нет смысла сокращаться желчному пузырю, если есть генетический дефект. Желчекаминная болезнь возникнет рано. Если нет желчек генетического дефекта, она возникнет чуть позже. Но она возникнет. А вот у людей, у которых есть генетическая предрасположенность к заболеванию, но они ведут другой образ жизни, более правильный, не такой, какой был принят в семье, вот у них риск развития намного ниже. То есть они могут развить эту болезнь, но гораздо позже. Ну, мы сейчас прервемся на короткое время, а потом продолжим наш разговор. Эта программа «Я очень хочу жить» и ее ведущая Дарья Донцова. И после короткого перерыва мы вернулись в студию и продолжаем наш разговор. И остановились мы с вами на правильном питании, чтобы не возникла вот эта вот у нас с вами желчнокаменная болезнь. Да, я только про нее говорю, просто остальное не будем трогать. Батюшка, вот вы очень так интересно сказали, что человек должен есть, но есть правильно. Да? И что пост бывает, мы только о еде говорим, что пост бывает правильный и бывает неправильный. А неправильный пост – это какой? Мы говорим только про еду. Нет, мы не трогаем сейчас. Но хотя мы все понимаем. Нет, мы понимаем, что пост не диета. Но тем не менее люди в этот момент себя ограничивают. Ну, говори про постную пищу. Да. Но ведь можно же обжираться, объедаться и постной пищей. Легко. Можно же не вовремя есть, ночью есть. Можно много есть, я не знаю. Или наоборот, такая ревность не по разуму, и там не есть огромные перерывы. Это не полезно для здоровья. Мы говорим о телесном здоровье человека. Понятно, что, собственно говоря, я думаю, что человек, который подвержен к такой вот традиции, что ли, в кавычках, практике неправильного питания, что и постная пища, что и не постная, все равно будет неправильное питание. Будет есть не вовремя, будет есть много. Неважно, постная это пища или не постная. Поэтому, конечно, ведь воздержание, даже о еде говорим, да, это умеренность, разумность, нечрезмерность. Поэтому, конечно, правильно. И в этом смысле не нужно пенять, что пост вреден для здоровья. Это от того, что неправильно просто мы это делаем. Есть ли какие-то продукты, поджигатели холецистита, да, вот продукты, которые человек в течение жизни довольно долго любит активно запихивать в себя. Шоколадные конфеты в большом количестве, да, сахар, дрожжи, колбаса, что? Ну, на самом деле, понимаете, вот в разумности действительно и в мере всего вы можете побаловать себя и конфеткой шоколадной, и какими-то другими сладостями. Но всё разумно. Потому что, по сути дела, ведь, заметьте, сейчас говорим о том, что очень многие заболевания помолодели. Почему? Потому что наши дети стали есть гораздо больше других продуктов, которые, ну, допустим, нашим бабушкам были недоступны по техническим каким-то моментам. Вот тогда не было этого всего. Соответственно, этих болезней, они возникали, но возникали позже. То же самое, как мы говорим о том, какую пищу надо есть, какую пищу не надо есть. Пища должна быть только для того, чтобы организм получал энергетику всю, а не потому, что я хочу. Значит, соответственно, здесь и должна быть разумность. Разумность в углеводах, белках и жирах. Без жира жить нельзя, потому что вся иммунная система построена на жировой эмульсии. Без белка жить нельзя, потому что все клетки состоят из этого. Без углеводов нельзя. Без углеводов нельзя, центральная нервная система без углеводов не живет. Поэтому, по сути дела, должно все присутствовать, но все должно быть разумно. И точно так же, когда, знаете, меня очень удивляют люди, которые мне говорят, вот люди с избыточной массой тела, вот сейчас будет пост, и я похудею. И они не худеют. И они не худеют не только потому, что они себя сильно ограничивают в чем-то... Ну, кто-то жестко ограничивает в организме сразу действительно состояние войны, и надо все сложить, все, что поступает, в запасы. Так, 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 вот это вот очень интересный момент. То есть, когда человек перестает есть для того, чтобы похудеть, его организм начинает, как брундучок, запасать жирок. Да, все, начинаем складывать, все, что поступает... Ну, вы можете за первую неделю похудеть, если вы есть не будете. А дальше начнется неделя 3-4, вот, плату, за счет того, что все, это катастрофа, питательных веществ не поступает, организм тоже считает эти калории. Он привык это считать, и у него определенный объем того, что он получает каждый день. А вдруг он это не получает? А вдруг завтра опять не будет? Значит, все, что я получил, этот минимум, надо сложить в кладовочке. И, к сожалению, в кладовочке это чаще всего жировое отложение, белый жир, который очень тяжело выбивается, да, и очень тяжело расщепляется потом. Другой момент, если вы начинаете есть, но есть разумно. То есть, вы знаете, люди очень хорошо худеют, даже не снижая общую калорийность питания, а просто когда они едят по часам. Вот даже режим имеет очень серьезное значение. Если вы привыкаете есть по режиму, если вы привыкаете жить по режиму, вставать в одно время, спать определенное количество часов обязательно, потому что не вырабатывается серотонин, мелатонин, все, у вас опять-таки катастрофа и война, значит, надо каким-то образом спасать центральную нервную систему, эмоциональный фон. И вот все важно, и режим, и объем пищи. И я вас уверяю, что люди, которые едят по режиму, они со временем начинают есть меньше в объеме. Им просто нет необходимости. Организм к этому привыкает, и дальше идет вот этот процесс похудения. Безусловно, конечно, те крахмальные продукты, легко усваиваемые сахара. Да, высокий гликемический индекс потребностей в пище возрастает, потому что большой выброс инсулина требует на себя затрат дополнительной энергии. Соответственно, да, люди начинают есть больше. А вот какая, казалось бы, разница, чайная ложка сахара или шоколадная конфета? Ну, казалось бы, по калорийности они могут быть примерно одинаковые. Ну, чайная ложка сахара всосется сразу, пойдет сразу же питать центральную нервную систему. А там жир и сахар. Это другая история уже. Там уже пойдет совершенно другой тип обмена. Поэтому здесь просто важно то, что вы можете есть все, но надо есть в разумном количестве. И что касается поста, действительно, очень часто люди говорят, вот я сейчас буду, будет пост, и я похудею. И они начинают есть неимоверное количество тех продуктов, которые они не ели до этого. Это цветная капуста. Нет, они не едят, к сожалению, цветную капусту. Они едят хлеб, они едят крабовые палочки, которые состоят из крахмала в большом количестве. И те продукты, которые вроде бы как, ну, не описано, что они не разрешены, но их становится больше, и это совершенно не те продукты, которые нужны. Плюс продукты с консервантами. Это тоже очень большой вопрос. Я думаю, для того, чтобы не заболеть, и для того, чтобы нормально выглядеть, не превращаться, значит, в кучу, человек должен думать о том, что он ест. Безусловно. Тогда нужно, по крайней мере, хотя бы понимать, батюшка, какие у тебя процессы идут в организме. И возникает следующий вопрос. А почему тогда у нас в школах нет предмета правильное питание? Я сейчас не смеюсь. Но я думаю, что это не ко мне вопрос. Да я понимаю, я просто говорю о вас, говорю, почему нет такого предмета? Вы знаете, есть универсальное средство, как мне кажется. Это умеренность, воздержанность. Человек может и не знать в глубине, что происходит. Это очень интересно, это помогает как-то понять свои желания, как-то их удерживать. Но если человек воздержан, дисциплинирован, умерен, что, собственно говоря, для духовной жизни очень важно, то мы приходим и к правильному питанию в том числе. Но, собственно говоря, для чего нужен... И к режиму. Для чего, собственно говоря, нужен пост? Потому что, когда, я так понимаю, ты побеждаешь вот эту вот страсть, есть все, на что падает твой взгляд, тебе потом легче начинает, как бы ты приобретаешь опыт борьбы с самим собой. И тебе легче тогда справляться с чем-то еще. Это не съем, не накричу на ребенка, да, возникает, ну, такое, что ли, самовоспитание. Режим имеет колоссальное значение для духовной жизни. Он имеет значение, как мы только что слышали, и для, и в то естественное, и для жизни телесной, и в том числе, и для обмена веществ. Мадя, вы жили по режиму до того, как у вас нашли холецистит? Ну, честно. Ну, откровенно. В одно время спать вы ожились. Нет, с сном вообще всегда проблема, честно, потому что я преподаватель, у меня обычно всегда очень много проверки работ, ну, на дому, естественно, да, там, я вела поточные лекции по 150 студентов, все написали сочинения, вы представляете, какой это объем работы. Надо все проверить. И, конечно, мы с коллегами делились, и все же, все равно мы сидели долго. То есть с сном проблемы, наверное, это тоже как-то сказывается, доктор, да, мне кажется, сон, это, наверное, ключевое. Я так слушаю вас, мои дорогие, значит, про режим, значит, про сон, и думаю, что тяжело у батюшка-то режим соблюдать. И батюшкам тоже тяжело. Доктор один рассказал мне, говорит, приходит пациент доктору, прежде чем лечить, нужно исправить, что? Как ты ешь? Как ты двигаешься? Как ты спишь? Если вот это все нарушено, то о каком здоровье может идти речь? Потом он добавляет, какая у тебя эмоциональная жизнь, ну, как ты с людьми общаешься. Ну, для верующего человека это твои отношения с Богом, твои отношения с ближним. А потом уже таблетки. Знаете, как говорили корифеи педиатрии, наши старые доктора, например, Георгий Несперанский, он нам все время говорил такую фразу, что первое и самое главное – это режим. Режим жизни, режим питания. Для ребенка больше ничего не надо. И дальше он у вас растет сам по себе. Вы не замечаете, как. И он хорошо развивается, у него не возникает всех этих проблем. Если ребенок не спит, и ребенок вовремя не ест, то дальше возникают уже другие проблемы, другие заболевания. Потому что, по сути дела, вот представьте себе, если даже взрослого человека, вот вы кормите один раз в день, но не чуть-чуть, вот как бы, да, как ваш организм привык. А вы едите много, да, очень многие люди говорят, мне днем некогда, я утром не успеваю завтракать, днем мне обедать некогда, вечером я приезжаю, да, к тазику плова, там, к пельменям, там, еще к чему-то огромному совершенно. А что делать бедному организму? То есть он должен на вот этот объем еды синтезировать огромное количество биологически активных веществ, чтобы это расщепить. А у него не получается, потому что, например, синтез ферментов поджелудочной железы, это 60 часов для того, чтобы переработать одну порцию пищи. 60 часов. Что-то я не понимаю, 60 часов. Значит, если человек завтрак съедает кашу, предположим, то нужно 60 часов, чтобы эта каша переработалась. Нет, 60 часов нужно для того, чтобы синтезировать следующую порцию ферментов. Поэтому организм имеет специальные кладовочки, куда он все раскладывает, да, они идут в запасе, потому что едим-то мы каждые 3-4 часа, ну, примерно при здоровом образе жизни. Значит, соответственно, все это выделяется постепенно. Это же химическая лаборатория, очень медленно биологическая. То есть она не может, вот, открыл коробочку, и вот оно, да, то есть так не получается. Это должно активизироваться. Соответственно, если вы едите один раз в день, вот на этот объем еды, этих ферментов просто не хватает. Так, дорогие мои, вот на этой вот ноте, на этой ноте мы сейчас будем заканчивать эту программу. Вывод, который сделала лично я. Если я хочу быть здоровой, активной, и в свои вот-вот 70 лет быстро бегать и хорошо выглядеть, то нужно просто менять режим жизни, да, и нужно понять, что именно я в свой организм-то засовываю в качестве еды. Волшебной таблетки не существует. Никакое лекарство не избавит вас от холецистита, если вы будете пить, курить, есть 18 раз в день по одному торту. Поэтому меняйтесь, пожалуйста, мои дорогие, и все в вашей жизни обязательно будет хорошо. Я люблю вас. Ваша Даша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok